Фрезер Кэмпбелл 31-й и Родриго Посебон 34-й. По отсутствию в составе Манчестер Унайтед даже в запасе и по присутствию его на трибуне Криштиану Роналду, возможно, и есть вывод, что для Манчестера эта встреча не самая главная в сезоне. Ну а, извините, этого сказать, безусловно, нельзя. Поехали с Манчестер Унайтед в 1991 году. Алекс Фергюсон также становился обладателем Суперкубка. Какая трогательная картина. Когда совсем еще маленький ребенок делает символический первый удар по мячу. Ну и обратите внимание, как тепло приветствует подобный акт болельщики Санкт-Петербургского клуба. Ну и, собственно говоря, все практически готово к началу встречи. Встреча, которая, как я уже сказал, открывает большой футбольный европейский сезон. И крайне приятно, что в этой игре участвует команда из нашей страны. Главный арбитр этой встречи Клаус Бо Ларсен. Помогает ему Хенрик Сэндергю Эндерс Норрестран. Вся бригада из Дании. И, в общем, началась эта встреча. Дал Клаус Бо Ларсен стартовый свисток. Ну, все-таки Манчестер и Найтед сейчас фаворит в этой паре, в этой игре. И Зенит очень спокойно начал игру. И уже был один очень хороший прорыв по правому флангу Анякову на второй минуте. И вот, пожалуйста, еще одна атака Зенита. Вот хорошая подача была с левого фланга. Это Радек Ширл сделал на вот этого молодого человека, но который сейчас уже ушел из кадра. Это Дани. Вместе с Ивицей Крижаноцем он играет в центре обороны. Тем временем Павел Погребняк запускает мяч намного выше перекладины после прорыва по правому флангу Александра Анюкова. Давайте мы еще раз посмотрим, как была вот здесь двоечка разыграна. Кстати, о Дании, между прочим. Да, совершенно верно. И он не стал задерживать. Сделал передачу в одно касание на Александра Анюкова, который очень здорово открылся. И сделал прекрасную передачу под удар Павлу Погребняку. Домингес. Отличная передача. И ждет передача по Погребняк. Прострел! Сработала оборона Манчестер Юнайтед. Здесь центр наглохо забетонирован и заколочен досками. Но разыграно было здорово. И на фланге Эвра, и как раз где Эвра, и на ней играют. Посмотрите, и остался Фердинанд за спинами у защитников. Поэтому положения вне игры в этом моменте не было и в помине. И, в общем, далек от того, чтобы говорить, что сейчас Зенит Манчестер переигрывает. Но то, что планную игру пока выполнять, пока, подчеркну, выполнять почетче, это так. Тевес. Дальний удар в руки Малафеева. Была при вот этой атаке Манчестер Юнайтед. То есть образовалась зона между линией защиты и полузащиты. Не очень правильно сейчас сыграли и Зырянов, и Тимащук. Выстрелили с линию. Ну и Тимащук. Такой финальный выстрел уже последний. Совершал атаку Анатолий Тимащук. Кстати, недоволен сейчас Тимащук. Да, ему показалось. Не знаем, действительно ли попал он в защитник или нет. Давайте еще раз посмотрим. Повтор. Ну, может быть. Может быть. Но то, что эта атака закончилась ударом, это очень хорошо. Потому что такая уж она получилась длительная. И если бы Тимащук начал что-нибудь выдумывать, да, и идти в обводку, то с этой точки можно и пробить. Так очень тщательно и аккуратно устанавливает мяч Домингес. Но Тимащук, вот кто из них будет бить? Также тщательно Вандерсар стен устанавливает. Видимо, тоже ударом побаивается. Домингес возле мяча. Ждем. Бьет Домингес поворотом. Вот, напрасно трибуны обрадовались. Мяч всех поворот не влетел. А удар хороший получился. Посмотрите, как аккуратненько мяч закручивался. Вандерсар все видел. Вот с этой камеры видно, что мяч все-таки достаточно сильно с воротами разошелся. Ну, может быть, метров на 40. Мне кажется, даже поменьше. Опытнейший Эдвин Вандерсар. Вот вам, пожалуйста, опять Анатолий Тимащук. Ну, кто еще в самом деле? Нарушение правил уже было против Денисова. Не заметил арбитр. Ну, понимаете, ну нельзя. Все равно нельзя останавливаться. Нельзя смотреть на арбиту. Нужно ждать свисток. Да, может быть, было нарушение. Выронил мяч Малафеев. Но, правда, здесь его в ребра так слегка подтолкнул Уэйн Руни. Так вот, уже совсем скоро и Зенит, и Манчестер Унайтед будут играть в Лиге Чемпионов. Там жеребьевка здесь, в Монако, состоялась. Криштиану Роналу, наверное, надо думать, что даже сейчас его фотографируют какие-нибудь корреспонденты, потому что ослепительно улыбается, как будто зубную пасту рекламирует. После многочисленных разговоров и уговоров все-таки останется он в Манчестер Унайтед, в Реал не перейдет. Хотя уж история была настолько громкая. Дэвис. Правда, пробиться в штрафную Зениту не получилось. Насколько там все аккуратно, все свободные зоны заделаны. Дальний удар. Не в первый уже раз, кстати, именно через дальние удары пытаются пробиться чужим воротам. Мункунианцы. Сейчас Андерсон пробил. У него действительно очень хороший удар. Причем при желании он может с обеих. Но бить слева ему все-таки комфортнее. Ну, и все же, я скажу, что неподготовленный вышел удар. И Тэвис, ну, на самом деле, не самый скоростной футболист. Однако, посмотрите, мяч сохраняет Карлос Тэвис. В единоборстве с Зыряновым. И дальше продвигается Тэвис. Штрафной уже передача. Удар-то будет. Руни пробил. Малафеев выручил. Отмеча Зырянова. Сделал классную передачу. Но здесь Малафеев. Обратили внимание, как он вовремя вышел из ворот. Домингис. Он и не бьет. Он подает. И вот здорово штанга. Вы знаете, не штанга. Как мне показалось, все же сумел переместиться в дальний угол Иван Дерсар. Но Крыжинац, конечно, момент, конечно, убойный. И позиция убойная, посмотрите. Да, Ван Дерсар. А главное еще, посмотрите, мяч после этого отскакивает в Крыжинаца. Забегает за спину Рио Фердинанду. И разворачивается. Поддерживает его товарищи по команде. В частности, Денисов в роли товарища. Выступает еще дальше. Анюков. Погребняк. Погребняк. Навес. Удар. Да. Совсем выше цели. Великолепная атака нашей команды. Вот если бы Зырянов в этой ситуации сделал более удобную передачу для Анюкова, все могло сложиться немножко по-другому. Но все равно за счет своих физических качеств Павел Погребняк сумел выжить максимум из этого эпизода. Оттер защитника и сделал классную передачу туда на дальнюю штангу. Хорошо, сильно, адресно, но в результате мы видим все, чего добились. Это угловой, который Нейл заработал. Подача. Гол. Гол. Отлично. На этот раз игроки Зенита по-другому разыграли угловой. Я не заметил, кто делал удар с угла поля, но давайте посмотрим. Да, это Домимлис. Он набрал, это все было наигранно. Посмотрите, Денисов как бы продлил дальше. Но если бы не Погребняк, конечно, кто-то из игроков Манчестера мяч с линии ворот выбил бы. Если все-таки он решит окончательно уезжать. Ну, одним словом, на сегодня Андрей Аршавин, игрок Санкт-Петербургского Зенита. И, наверное, лучший наш футболист выходит на поле из тех, которые являются игроками нашими, игроками сборной России. Выходит на поле Андрей Аршавин. Дани. И снова он же. Отличная передача. Ширл прострел. Кулаком в Андерсар. Эвра. Откровенно говоря, вот два человека, которые в запасе, мне вообще совершенно незнакомые. Дальний удар был Аутом Руни, но вот хоть что-то. Травмированных уж больно много у Манчестера. Травмированных. И поэтому приходится молодежи заполнять вакансии вот здесь на скамейке запасных. Еще раз мы смотрим. Все-таки удалось утащить мяч в сторону от Гренья Руни. Ну, мяч пролетел дальше между ног и в сторону. Тимачев. Дальний удар. Андерсар. Ну, посмотрите. Ну, готовил. Готовил позицию для удара. Тимачев, хоть и бил без разбега, можно сказать, с места, но имея очень сильный, плотный и поставленный удар, капитан Зенита здорово все сделал. Но Ширл перед ним, как вкопанный встал. Тевес. Тевес против Гренья. Тевес. Вы знаете, это уже второй раз. Вот такой эпизод случился штрафной, да. Гренья не идет сразу в отбор, позволяет себя обыграть. И вот это было намного опаснее, чем прошлый эпизод с участием Руни. Перед ним Аршавин. Дани. Чужой штрафной. Бить нужно. Удар. Гол. Гол. Вы посмотрите, что он сделал. Вот он, этот португалец. Но мы-то, в общем, знаем. Уже не первый год его видим. 2-0. Распороли оборону Манчестер Юнайтед. По центру. А вам не показалось, что перед тем, как принять мяч, и когда он его принял, он снова задумался о не сделать ей передачи? Потому что первый тайм, вот до этого эпизода, Дани всегда играл в пас. Немножко играл по-другому, чем в Динамо. Динамо он играл сам. То есть он брал на себя, вот, ответственность, брал на себя игру. И такие моменты у него часто получались. И вот сейчас, посмотрите, он принимает мяч. Слева был Аршавин. Он так подумал, что сделать. Ну, дать передачу. И решил пойти сам, и все сделал прекрасно. Фердинанда обыгрывает. Посмотрите, как здорово. Ну, а дальше классический. На противоходе в ближний угол. Ваноль Зенит ведет в поединке с Манчестер Юнайтед. Да, запутать Фердинанда. Это очень важно, конечно, для Дани забить в первой же игре за новую команду. Дальний удар. Пак Джессон. Опасный момент есть. И уже не опасный момент. 65-й момента встречи. Но вот, пожалуйста, и ответили. Тевес на уши. Плотный стелящийся удар. И первый на добивании Пак Джессон. Оба раза Амалафеев успевал преградить путь мячу. Во втором случае так просто выручился команду, по сути. Но сейчас больше атакует Манчестер. Тевес. Да, вот в последние минуты, скажем, наши защитники. Ну, наверное, нельзя говорить вот так. Однозначно защитники, да. Игроки линии обороны, те игроки, которые обороняются, позволяют очень спокойно принимать мяч, бить поворотом. Посмотрите, какой эпизод. Тевес. Здорово. Вне зависимости от того, что Джонуши не забил, как увидел его Тевес. Ведь ждали от него удара. Да, хорошо, что он не стал бить в одно касание. Давайте посмотрим, была ли у него возможность. Нет, не было у него такой возможности пробить в одно касание. Но все равно было так все классно разыграно. Здесь все началось намного раньше. Смотрим, смотрим за Видичем, смотрим за Фердинандом. Оба здесь. Радимов играет против Фердинанда. Смотрим. Руни. Чужой штрафной. Навес. Здорово. Тевес. И назад. Гол все-таки они забили. И еще раз Тевесом я все-таки восхищусь. Потому что, посмотрите, мог ведь пробить. А откатил мяч назад. Ну, в общем, с другой стороны, мы же не ждали, правда, что Манчестер Юнайтед, даже потеряв нескольких лидеров травмированными, ничего не сумеет создать. Вы знаете, очень необязательный гол. Давайте еще раз посмотрим. Вот вроде бы отбились. Почему-то совершенно свободен оказался на дальней штанге Тевес. Бросили его, так забыли. А потом уже просто защитники... Эвра. Дальше продвигается. Пак Джисун. Здорово, Руни. Пак Джисун и Малафеев. И опять очень своевременный выход из ворот. Отметим и хорошо разыгранную комбинацию Манчестера. И то, что Малафеев прочитал вот этот рывок корейца навстречу. Видич. Делает передачу. Вот где-то мы это видели уже. Помните, как выходил Крижан отца? А вот сейчас Манчестер то же самое сделал. Вы знаете, сейчас было страшно наблюдать за этим эпизодом. Посмотрите, как отчаянно и великолепно сыграл Малафеев. И слава богу, что все все в порядке. Грубо, грубо шел. Пак Чисун. На мяч смотрел. Удар поворотом. Малафеев выручал. Джон Аши ввинтился сейчас. Вот посмотрите. Пространство свободное. Свернулся пополам и пробил под перекладину. Да, в этом эпизоде Тимащук отвечал, как мне показалось. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Передачу вперед делает Дани. Здорово. Можно видеть и попробовать обыграть Дани. Крутит, крутит вокруг себя и делает передачу на Аршавин. Аршавин назад. Удар-то будет или нет? Будет. И мимо. Отличный был момент. Просто отличный. Да, два игрока расправились с обороной Манчестера. Но последнего штриха не хватило в этой красивой атаке. Нужно было забивать, конечно. Пас направо. Браун. Навес. Удар. Гол. Нет, не защита. Не защита этот мяч. Будет еще и желтая карточка. Красная карточка. Это внимание видеть. Нет, это Сколз. Нам показывают Сколза. За игр рукой я так... В общем, что там еще могло быть? Покидает поле Пол Сколз. Тоже как-то удивительно было. Уж более легко все было. Давайте посмотрим. Ах, класс. Вообще супер просто. А вы знаете, я даже и не заметил, что Сколз рукой зайдет. Что самое восхитительное, что у него хватило такой здоровой наглости после этого еще радоваться. То есть настолько все было элегантно сделано. Представляете, как гонболисты в касании. Расстроен был Сколз. Малахеев. Все. Все, свисток раздается. Четыре же минуты, а не пять в самом деле. Прошу прощения. Зенит выигрывает Суперкубок. В нашей новейшей футбольной истории первый раз. Серьезный трофей достается российской команде. 2-1 в решающем матче на Суперкубок. Повержен не кто-нибудь, а Манчестер Юнайтед. Сегодня Монте-Карло спать не будет до утра. Сегодня будет очень шумно и весело. Итак, Зенит в Санкт-Петербург выигрывает Суперкубок 2008 года. Вслед за победой в Кубке UEFA Зенит одержал еще одну победу и завоевал еще один трофей. И сейчас трофей Анатолий Тимощук поднимет над головой. Но я думаю, что лучший футболист рискнул предположить вот последних месяцев, наверное, с января в нашей английской премьер-лиге. Ой, в нашей российской премьер-лиге. Но он был бы и в английской одним из лучших. Да просят меня болельщики других клубов. Но уж больно здорово Тимощук играет. Не восхищаться им невозможно. Сегодня начал на позиции опорного хава, как всегда. Заканчивал встречу на позиции центрального защитника, где практически не совершил никаких ошибок. Хотя это совсем не характерное для него игровое место. Тем не менее, умеет он играть и там. И как приятно, как приятно, что не мы покидаем первыми стадионами. Сейчас нам показывают, как нашей команде вручили кубок. Футболисты Манчестера так, опустив головы вниз, пошли в трибунные помещения. А мы радуемся. Мы радуемся. И я еще раз присоединяюсь к поздравлениям. Это здорово. Это здорово. Санкт-Петербургский «Зенит» обладатель Суперкубка 2008.